Значит, мне здесь был кинут такой вопрос, что деньги, которые поступили, куда-то и бесследно исчезли. Значит, докладаю. Из районной администрации, из районной администрации, из резервного фонда мне поступило 500 тысяч рублей. У меня в бюджете села Шипунова на МЧС заложено остаток 56 тысяч. То есть 556 тысяч. Да, были предложения, были там и статьи в интернете, что на подтопленника дают 10 тысяч, на утопленника по 5 тысяч и прочее. Значит, я не хочу здесь гражданской войны, я вам говорю по-честному. Потому что кого-то не было дома, кому-то дороже палас, кому-то картошка. Поэтому было принято решение мной, не кем-то, было принято решение мной. Всем дворам, которые попали в зону подтопления, а это 1206 домов, я разделил их по 500 рублей всем. Что такое зона подтопления? Объясните, что такое зона подтопления? Зона подтопления, по линии МЧС попало, это значит вот в районе... Нет, именно что такое зона подтопления? Как это должно выглядеть? У кого-то картошка, у кого-то упомянули курица, у кого-то... Или вода в огороде? Вот это мне... Нет, мы взяли полностью все улицы. Я не стал, у кого выше пола, у кого на уровне пола, у кого под полом стоит. Это, знаете... Так почему же мне вот такую бумагу-то дали, что я не вошел в зону подтопления? А тогда отец какой у вас? Комсомольский 10. Проедемте сейчас, что там творится. Комсомольский 10 в зону подтопления, Нипова не вошел. Почему? Поедемте, посмотрим. Он весь в воде стоит там. Все.